Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусную огуречную икру. Рецепт хорош не только из-за своих вкусовых качеств, но и потому, что можно пустить в дело переросшие или некондиционные огурцы. Приятного просмотра! Переросшие огурцы очищаем от кожицы. Затем натираем их на крупной терке. Если у вас обычные зеленые огурчики, их чистить не нужно. Дальше перекладываем огуречную массу в сито и даем стечь лишнему соку. У меня чистый вес огурцов получился 1 килограмм и 200 граммов. Пока сок стекает, подготавливаем остальные овощи. Натираем на крупной терке 300 граммов моркови. Отдельно трем на этой же терке 300 граммов помидоров. 300 граммов лука нарезаем мелкими кубиками. Из сладкого перца удаляем семена и нарезаем его небольшими кусочками. Чистый вес перца должен тоже получиться 300 граммов. 30 граммов чеснока мелко рубим ножом. Точно так измельчаем кусочек острого перца. Теперь разогреваем сковороду. Вливаем в нее немного рафинированного подсолнечного масла. Высыпаем туда лук и жарим его минут 5-7 до мягкости. Затем такую же процедуру повторяем с морковкой. Дальше обжариваем 3-5 минут сладкий перец. И в заключении помещаем в сковороду с маслом тертые огурцы. Жарим их минут 10 до испарения жидкости. Все обжаренные овощи перекладываем в широкую подходящую для варки посуду. Добавляем туда тертые помидоры. 15 граммов соли. 50 граммов томатной пасты. Хорошо перемешиваем. И отправляем на небольшой огонь. С момента закипания тушим овощи 20 минут. Время от времени содержимое миски мешаем. Через 20 минут добавляем в овощную массу 5 граммов сахара, измельченный острый перец, рубленый чеснок. И продолжаем варить еще 5 минут. Затем даем получившейся массе немного остыть. Еще теплые овощи превращаем в пюре с помощью погружного блендера. После чего доводим икру до кипения. При необходимости добавляем соль или сахар на свой вкус. И варим ее на медленном огне ровно 5 минут. В конце добавляем 20 миллилитров 9% уксуса. Хорошо перемешиваем. Сразу раскладываем по стерильным банкам. И закатываем. Из указанного количества продуктов у меня получилось 2 пол-литровые баночки, 1 200 граммовая и еще осталось немного на пробу. Вот и все. Очень вкусная огуречная икра на зиму готова. Хранить ее можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!